Салам алейкум, брат, что скажешь про Маусара Бараева? Мало от кого слышал о нем, какое твое мнение о нем? Салам алейкум ассаляму. Это, по-моему, ты говоришь про руководителя в Норд-Осте. Честно говоря, до вот этих событий, до Норд-Оста, я вообще об этом человеке никогда не слышал. И после этого, разумеется, тоже не слышал. Ну, я имею в виду, даже после этого я не слышал никаких других операций, каких-то боевых действий, где бы он как-то участвовал или выделился. Поэтому, ну, можно сказать, что он был, наверное, известен только в каких-то узких кругах до этого момента. Так что я ничего не могу тебе сказать. Немецкий солдат. Слышал притчу, когда козел залез на крышу и стал оскорблять Волка. Волк сказал, что не ты меня оскорбляешь, а твое положение. Очень похожа притча на Кафырова, которая оскорбляет Басаева и чеченцев в целом. Ну да, есть, конечно, сложность. Немецкий солдат. Многие русские до сих пор верят, что Кафыров воевал за Ишкерию против федералов. Но скажи уже, что это не так? Я не верю, что пастух вообще в боях участвовал. Шамиль говорил, что он бегал вокруг войны. Ну я же неоднократно это опровергал, что в никаких боевых действиях ни в первую, ни во вторую Российско-Чеченскую войну он не участвовал. У меня на эту тему есть немало роликов на моем канале. Знаменитый бой Кадырова я показываю, что у него вообще не было в его истории никаких боев. Но при этом сам он, конечно, будет рассказывать нам истории про то, какой он мощный воин, как он хотел сойтись в бою с Басаевым, чтобы доказать, что Басаев не воин. Как он гонял вертолет там, как можно ниже, прижимая его к нашей армии. Япон, асаляму алейкум, как ты, брат, что нового? Как там рыжие вертолеты? Там никто не гоняет. Алейкум асаляму араматуллах. Ну, здесь не гоняет. Но вот там, не знаю, может быть, Кадыров опять где-то что-то гоняет. Пока он последний раз был замечен в роли пастуха, когда выгуливал овец. Вроде как пока не увлекается он вертолетами. Чем отличается нападение Грузии на Абхазию от России на Ичкерию? Всем отличается проводить такие параллели. Не стоит и вообще не стоит это называть нападением Грузии на Абхазию. Там находятся российские войска сегодня. Сегодня-то мы с вами видим, что это было. Это было нападение России на Грузию. И это было нападение России на Грузию. И то, что в 2008 году произошло в Цхинвале, это было нападение России на Грузию. Просто в Абхазии они это сделали похитрее. Такими гибридными методами. Им удалось, к сожалению, поссорить два народа и оккупировать часть грузинской территории. Постоянно любят люди, мои оппоненты, любят проводить эти параллели с Чечнёй. И всегда мимо. Вы всегда их проводите мимо. Чечня, чеченцы, которые ведут свою борьбу за свободу с Россией, чтобы освободиться от России и в конечном итоге стать звеном, этим пазлом в общей кавказской семье, в свободной. И какие-то внутрикавказские разборки, которые происходят либо при участии непосредственном России, либо при её покровительстве оружием и так далее. Это совершенно разные вещи. Как вы можете это сравнивать? Чистая, искренняя борьба чеченцев за свою свободу и ни за что больше. Только лишь за свободу. Нам больше ничего не нужно от России. Просто уйдите. Дайте нам свободную жизнь. Мы не хотим жить с вами, идти с вами в одном направлении, лежать с вами в одном направлении. Не хотим. Уйдите, говорим мы, и вы берёте эту искреннюю чистую борьбу и пытаетесь с ней сравнить какие-то грязные темы, где участвует Россия, разводит какие-то народы, травя их между собой. Вы бы ещё сравнили бы осетинно-ингушский конфликт с борьбой чеченцев за свободу или какие-нибудь другие такие местечковые конфликты? Томсо, ты говорил, что карачаевцы и балкарцы имеют кавказские ДНК и они такие же автохтонные народы Кавказа, согласен с этим. Они тюркаизировались, но сами они себя считают давным-давно тюрками. В языковом понимании они считают и они являются тюрками с точки зрения языка. Но ты скажи им, что они не кавказцы. Они как раз таки считают, и они и есть кавказцы. И кумыки точно так же. Кумыки тоже разговаривают на тюркском языке. Но и кумыки, и балкарцы, и карачаевцы это кавказские автохтонные народы. И они сами себя считают, и разумеется, каковыми и являются кавказцами. Но при этом с языковой точки зрения они наверняка себя называют тюрками. Они таковыми опять-таки и являются. Что мы подразумеваем под тюрками? Мы подразумеваем огромное количество народа, которые совершенно разные, друг другу вообще не родственные. Но при этом говорят на одном языке. Вы же не будете спорить с тем, что алтайцы или якуты вообще никак не родственны с турками, допустим. Но при этом говорят на одном языке. Просто нужно понимать эту разницу. Есть языковая группа, близость, а есть географическая, генетическая. Это совершенно другое. Кавказские народы генетически являются родственными друг другу. Но при этом говорят на совершенно разных языках. У нас практически все народы имеют свои языки, друг друга мы вообще не понимаем. За исключением некоторых народов. А тюрки, наоборот, являются в генетическом плане вообще не родственными друг другу. Но говорят на одном языке. Так бывает. Какое государственное устройство ты хотел видеть в будущем для Кавказов? Федерация, конфедерация, унитарная. И почему такое, а не другое? Надеюсь на твой развернутый ответ. Я, кстати, в предыдущем, по-моему, ответе как раз говорил об этом. Я бы хотел видеть Кавказ в виде союза независимых кавказских государств. Наподобие Европейского союза. Я бы хотел, чтобы это были государства, как нынешние республики. Либо даже некоторые республики могут быть разделены. Но в конечном итоге, чтобы все мы были объединены в единый союз кавказских государств. И это касается не только Северного Кавказа, но и Южного. Грузия – это неотъемлемая часть Кавказа. И вместе с грузинами мы должны быть в едином Кавказском союзе. И это государство, это образование на политической карте мира – это будет очень мощное образование, с которым придется считаться всему этому миру. И в регионе это будет очень мощное держава. Тумсо, с твоих слов получается, что чеченцы – это какой-то исключительный народ. Когда тебе задают вопрос о такой же ситуации, как чеченцами в РФ, ты отвечаешь как-то предвзято попахивать национализмом. Ну, надо было привести сразу пример, где я так ответил, чтобы я понял, о чем идет речь. А пока это, ну, просто ты как бы воздух сотрясаешь, делаешь обвинение. Это говорит не о моем национализме, а о твоей предвзятости ко мне. Чем чеченцам не угодило исконное название столицы? Москва – тоже не русское слово, но никто не стремится переименовать. Ты про Грозный говоришь, Кирилл Леонов? Почему не угодило? Очень даже угодило. Ну, Грозный в целом нам нравится это название. Но было принято решение, что Джахар – это более достойное название для нашего города, в честь первого президента и лидера нашего национально-освободительного движения. Можно сказать, знамени всех народов, которые борются за свободу Джахара Дудаева. Было принято решение, что изменить название столицы будет хорошо. Поэтому его переименовали. Но Грозный все равно для нас он остается как бы Грозным. Мы его так называем, мы сами себя считаем Грозницами, мы родились, выросли в этом городе, мы его любим. Так что в этом нет никаких проблем. Что Грозный, что город Джахар, что Суэль-Жгала на чеченском языке, город Насунжи. Это все название нашего города. Саламу алейкум. Будь добр, поделись своим мнением об РПЦ, Муфтият РФ и подобных религиозных структурах. Как по мне, это больше всего коммерческие организации, главной целью которых являются деньги. Алейкум асалам. Если сейчас в России существующие структуры, то да, в первую очередь это официальные государственные органы. И патриарх Кирилл, и, допустим, любой муфтий в любом регионе, хоть они официально таковыми не являются, как бы государственными чиновниками они не являются, по документам юридически, так скажем, но по факту они являются. Это государственные чиновники, по факту. А так, если брать не в контексте России, то есть муфтият вообще в целом, это нормально ли? Если такой орган нужен, то это нормально. Нет в этом проблем. Все зависит от того, нужен ли народу сегодня на данном, допустим, этапе вот такой орган. Это то же самое, что министерство. Нужно министерство энергетики, например, государству? Оно сегодня нужно или нет? Если нужно, его создают. Вот то же самое и с этим муфтиятом. Если нужен этот муфтият, то его создают. Если он не нужен, то не создают. Субтитры создавал DimaTorzok